Телеканал КРТ представляет Поэтому была спущена команда Закрыть канал любыми способами Любыми путями Именно поэтому мы видим Маниакальное желание Срочно-срочно закрыть И на прошлом заседании Насрады Две недели назад мы тоже видели Подобную роду реакцию И тогда Насрада настолько быстро хотела закрыть Что нарушила все законы Для того, чтобы они даже свой регламент Не смогли нормально выполнить Именно поэтому По факту они проголосовали за непродление лицензии Но потом поняли, что в суде быстро проиграют Поэтому они решили Перенести это решение И в конечном итоге, по факту мы видели Что у нас на прошлом заседании забрали лицензию Но решение бумажное На канал пришло, что якобы Это решение перенесено И вот за эти две недели они прислали Бумагу на канал И мол, так и так Приходите в Насраду По телерадиовещанию Чтобы обсуждать, продлять или не продлять лицензию Но по факту у нас в стране карантин И это конкретно нарушение законодательства Потому что в положениях даже по работе Насрады по телерадиовещанию четко записано Что вопросы продления или не продления лицензии Они решаются после карантина Потому что в онлайн мы не можем предоставить Своего представителя, чтобы аргументированно Донести позицию канала Ну и в том числе у нас же пандемия И так далее И поэтому здесь мы тоже в этом решении Видим конкретно нарушение закона И явное желание Все-таки выполнить то, что им спустили С офиса президента Потому что, опять же Это, конечно, нарушение закона Но имея такое решение документально Есть очень большая вероятность Что канал просто технически Отключит от спутника Потому что Насрада Пришлет все необходимые документы Компаниям И компании просто не будут иметь возможности Оказывать услуги Поэтому здесь очень важно Чтобы люди, которые нас сейчас смотрят Обязательно имели альтернативу Потому что если и власть пойдет На подобные шаги Чтобы зрители могли полностью не утратить наш канал Потому что в Ютубе В Фейсбуке В Телеграме В других социальных сетях Мы, конечно же, безусловно останемся Альтернативы, конечно же, есть Дело в том, что я думаю Я думаю, что это будет все равно на некий период Потому что в суде Мы уже подали соответствующие документы Как по фальсификации И превышению служебных полномочий Насрадой На прошлом голосовании Также будет обжаловано И это решение Насрады Чтобы в суде мы смогли доказать Что это политически мотивированное Преследование свободы слова Нашего телеканала В том числе такая же ситуация Мы видим и по 112 По Ньюзвану, Зику То есть мы это видим также по украинскому медиахолдингу Которые точно так же через инструмент репрессий Насраду Которые стараются зачистить максимальное информационное поле Для того, чтобы команда власти Смогла нормально провести местные выборы И получить своих жалких 2-3 процента Которые уверены, что больше они не смогут набрать Потому что они уже проявили Каким образом они будут строить Украину Мы видим почему-то давление, репрессии Наезды на свободу слова Попытки вот такие даже неуклюжие Отобрать лицензию В прошлый раз мы когда вышли с телеканалом По стены Насрады Даже пригнали своих ручных Этих самых Актомизированных Всевозможных То есть Ну это уровень очень низкий И очень такой знаете подлый Поэтому Здесь нужно отметить, что Это явно не соответствует тому За что люди отдавали своих 73 процента Когда Зеленский пришел к власти Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok